Всем привет, друзья! С вами Нильф Горд, это игра Stoneheart, и сегодня поговорим о продолжении игры, вот об этом городе, который я не достроил и как бы, ну, забил, наверное, на летсплей, потому что, ну, в общем, почему сегодня об этом и поговорим. Ну и начну я с того, что, ребят, если вы хотите увидеть следующую серию по Stoneheart, и серия в таком формате, что я просто буду строить, именно строить какие-то здания, то есть следующее, это именно здание, это и декор, то, ребят, набираем 100 лайков, просто 100 лайков, и всё, и я сразу же начинаю делать следующую серию, так что учтите и при просмотре не забывайте об этом. Ну и давайте я расскажу. Ребят, довольно-таки сложно делать вообще город за кадром, довольно-таки сложно его модернизировать, добавлять какие-то здания. Я очень много постарался, во-первых, как видите, город расширился, и я полностью его закрыл, то есть он в данный момент сейчас полностью функционален, и мне за ворота не нужно выходить. То есть вот что-то вот только сегодня они решили, не знаю почему, но серьёзно, почему-то решили забрать вот эти вот костры. Ну ладно, да, здесь есть враги, вот как видите, вот допустим, да, то есть вот здесь вот гоблины вон стоят, то есть в принципе, прибыл торговец, отлично. В принципе, есть с кем воевать, но а зачем, как говорится, если они на меня не нападают, то есть на сами ворота они не нападают. Ладно, дальше, что я сделал, я, во-первых, перенёс поля, вот здесь начал строить рыночную площадь, вот такую, видите, рынки тут, то есть такое, ну как-то довольно-таки прикольно выглядит на данный момент. Посмотрим, что дальше получится, потому что, ну, эти рыночные лотки строить довольно-таки муторно, они очень дорого стоят. А вот такой вот этаж у меня появился, ну как бы ступень, да, то есть здесь у меня, смотрите, вот такой вот домик, такой вот домик. Здесь у нас живёт лекарь, именно лекарь. И здесь я вот сделал, знаете, какую-то типа такой улицы мастеров, что ли. То есть сюда вот я инженера запихал, сюда каменщика, да, допустим, сюда вот новые профессии, которые из мода. То есть здесь станков нету, то есть всё у нас теперь расположено именно в нужных правильных местах. Ну и здесь, кстати, лекарь как раз-таки. Ну и поля, как видите, я тоже сюда запихал, немножечко начал декорировать. Ну и вообще, как бы, вот здесь дерево добавил, тут вот какие-то такие места добавил. И декора очень много нужно, вообще очень много нужно. Этим как раз-таки, если вы пожелаете, и наберём 100 лайков, будем заниматься. Но закончить полностью весь город, ну, блин, за кадром довольно-таки тяжело. Я это реально понял, это довольно-таки прям вот труд, это реально труд. Потому что создавать вот эти здания, постройки довольно-таки тяжко. Также, конечно же, я вот здесь вот приукрасил. Ну, как, наверное, вы обратили внимание, да, построил вот, уже именно сам построил. Это уже не стандартный домик, это именно вот домик полноценный, это именно построенный домик. То есть можно вот так вот, там даже, как видите, весь, весь упакован, так скажем, да. То есть внутри всё есть. Я не буду открывать, потому что начинает лагать невероятнейшим образом. Ну вот, смотрите, вот так вот, вот здесь вот можно тоже здесь, видите, всё так, столики, всё, кровати, всё так сделано. Вот здесь, кстати, сместилось, но я понимаю, почему, потому что устанавливал мебель вот таким вот образом. Вот, кстати, вот так вот мини лагает. Здесь тоже вот домик, очень большой так и получился. Это домик наполовину склад, то есть, как видите, здесь стоят ящики, которые я, кстати, ещё не активировал. То есть активировать вот так вот нужно их, да, ну понятно. Так вот, и это наполовину склад такой получился, потому что место на самом деле здесь, ну, прям вот критичное место. Вообще-то, Stoneheart, прям такая проблема, я бы сказал, потому что как-то они в какой-то определённый момент начинают тупить и, как бы это сказать, не раскладывать всё. То есть и нас не предупредают об этом, что у вас там, к примеру, склады заполнились или некуда складывать. Вот это вот жалко, этого нет вот такого момента. Также здесь вот декора очень мало, то есть здесь были построены только здания, то есть видите, вот здесь вот наверх такой вот подъёмчик. Там вот внизу две двери, отлично смотрится. Ступеньки, вот здесь вот готовятся два фонтанчика. В общем, дел ещё здесь очень много. Начиная от зданий, да, то есть это, представляете, это вот здесь вот нужно заполнить пространство. Здесь чем-то нужно, здесь чем-то надо заполнить. Вот здесь вот целая улица, вот здесь вот очень много, да. Я уж не говорю, строить ли мне вот здесь вот наверху или не строить, я уж об этом не говорю. Я просто не знаю. Ну и здесь ещё очень много, ну очень много, чем можно заняться. И, ну вот, собственно говоря, об этом-то и серия, что заниматься нужно многим, но это вам как бы не интересно. Конечный результат, ребятки. Если, вот серьёзно, если за кадром тут тратить время, то это, наверное, часов 10 надо будет потратить на постройку этого всего города. Наверное, если не больше. Вот прям вот такие у меня ощущения, потому что, ну, допустим, вот на эту часть, вот на эту часть я потратил где-то около часа 3 точно. Здесь тоже около часа 3 потратил, да, ну, представляете. Пока они всё это перенесут, пока они скрафтят этот декор, пока они всё это построят, это очень много времени на это всё уходит. Но всё-таки игрушка великолепная. И, вот, опять же, если возвращаться о том, что показывать, да, какой геймплей показывать. Ребята, когда я перестал снимать, делать выпуски, начали мне писать на стримах, да, в комментариях, где Stoneheart, когда Stoneheart. Ну вот, реально, а что вам показать? Вы не хотите смотреть, как я строю здание, потому что, ну, я вижу, просмотров мало, но при этом при всём хотите эту игру видеть. Так что, ребята, вот так вот. Ещё раз повторюсь, 100 лайков, и я продолжу строить. Надеюсь, я показал и рассказал довольно-таки подробно, что я построил за кадром. Ну, может быть, не очень подробно. Хотя, вот эти здания нестандартные, то есть, я здесь не придумал ничто, ничего. Вот это здание, оно именно такое, ну, мной построенное, ещё в старых летсплеях оно осталось, как бы. Тут вот такое вот типа, ну, как бы это сказать, что-то типа дерева я пытался изобразить. И, на самом деле, чем больше ещё я добавляю всяческих блогов, тем больше FPS проседает. На данный момент сейчас FPS скачет от 10, ну, где-то до 30-40. Так вот, это что-то такое типа домика на дереве, да, то есть, лекарь, я как-то так представляю, он такой, знаете, с природой живёт, то есть, вместе, да, как бы. Ну, вот как-то так. Здесь также расположены поля. Они не все ещё засеяны, но как-то вот у нас люди как-то, ну, как-то не очень они работают. Не знаю почему, как-то так замедленно, хотя много достаточно людей у нас, фермеров есть. Ну, ладно, это не страшно. Об этих домиках я тоже вроде бы рассказал. Ну, вот так вот и обстоят все дела, так что, ребят, надеюсь, мы ещё увидимся. Надеюсь, я ещё сниму видео по этой замечательной игре. Ну, ещё раз повторюсь, всё зависит от вас. Всем всего, удачи и пока!